Анапа встретила юбилейный турнир, который по традиции проводится с 1996 года. Ирландия, Сербия, Болгария. На соревнования прибыли 176 боксеров из 28 стран всех континентов. На торжественном открытии спортсменов поздравил заместитель главы города курорта Анапа Сергей Козлов. Мы искренне признательны организаторам чемпионата Европы, что такое право предоставлено именно проводить соревнования в нашем замечательном курортном городе, городе воинской славы. Мне бы хотелось сказать, что спорт объединяет все народы, независимо от национальной принадлежности и велики. И хотел бы, чтобы в это время, когда проводятся соревнования, не гремели пушки, не стреляли орудия и во всем мире поцарел мир. 20-й юбилейный турнир проводится на Кубани не случайно. Буквально за считанные месяцы до начала соревнований одна из европейских стран отказала организаторам содействия, в результате чего было принято решение о проведении первенства в Анапе. Когда стал вопрос первенства Европы среди молодежи, должно быть проходить в одних из странах Балтии. Ну, без объяснения причин, за два месяца до проведения Европы эта страна отказалась. И когда стал вопрос, кто будет проводить, потому что два месяца для организации таких крупных соревнований это очень маленький срок. Нужно было как-то выходить из положения, и мы выставили свою кандидатуру, чтобы эти соревнования прошли. Значит, выставилась еще одна страна, это Румыния. Было проведено голосование исполкомом Европейской конфедерации бокса, и 13 членов исполкома 9-4 было отдано в пользу Анапу. В первый день соревнований российские боксеры встретились на ринге со спортсменами из Англии, Болгарии и Ирландии в весовых категориях от 46 до 56 килограмм. По итогам первого дня, россиянин Владимир Мнацакян одержал победу над англичанином Бутлером Коннором. А Никита Пескунов в весовой категории 52 килограмма победил болгарина Баяна Осенова. Первенство Европы среди юниоров продлится 9 дней. Окончательные итоги соревнований будут подведены 15 июня.